Приветствую вас! На мой взгляд, ситуация такова, что вас нужно довести до определенных противоречий, точнее, довести свои противоречия, своё противоречие, до пика. То есть нужно его усилить, чтобы оно стало очевидным. И противоречие поможет вам понять, какие из нескольких центробедрных сил являются для вас наиболее привлекательными, наиболее правильными, с вашей точки зрения. Вот вы пишете, что когда вы переезжали от своих родителей, ну, уезжали, в смысле, от своих родителей, вы не воспринимаете это как жертву. Но вы сами об этом сказали. Вы сами сказали, что не воспринимаете это как жертву. При этом, тот факт, что вы об этом сказали, говорит о том, что вы об этом думаете. Так является это жертвой для вас или нет? Ради чего вы приехали, как бы, в другой город от своих родителей? Ради молодого человека? Или ради карьеры, ради развития, ради роста? Рост, вот вы пишете, да, например, что все хорошо, работа, карьеры, карьерный рост. Так ради вот этого вы приехали в другой город? Или ради молодого человека? Если ради молодого человека, то он, очевидно, не ценит этого. То есть он вам откровенно дает понять, что куда вы от него денетесь, вы и так полностью принадлежите ему и, как бы, за всем, ради вас чем-то жертву. Да, выбор странный, а поведение у молодого человека странное тоже. Но, понимаете как, молодого человека вам, скорее всего, не передел. Что еще более важно, так это то, что молодому человеку пока нет мотивов. Нет мотивов к тому, чтобы менять широк в моем поведении. А зачем? Если ваши истерики, которые вы ему устраиваете, судя по всему, воспринимаются вами же, как что-то из ряда вон выходящее. То есть истерики воспринимаются, как ненормальное что-то. И мужчины это чувствуют. Мужчины чувствуют, что вы в себе не уверены. А если не уверены в себе вы, то, соответственно, понимают, что поступает правильно. И вам в данном контексте нужно определить, для чего же вы все-таки приехали в город. Вы живете одна, в квартире. Как бы, да, квартира одна комнатная. Может быть, это не то, чего бы вам хотелось. Но это неплохо. И если вы приехали только ради молодого человека, Ну, естественно, лучше сказать ему, что если он будет продолжать так действовать, то вы просто-напросто уедете обратно, и все. Потому что терпеть подобные отношения вы не собираетесь. Это было бы правильным решением. Это было бы правильным, правильным поступком. Вот. С другой стороны, то, что вы ревнуете, говорит о неуверенности в себе. То, что вы, как бы, впадаете в истерику, говорит о болезненной потребности во внимании к себе. Говорит, это проблема. Почему вы не знаете своего внимания? Не можете ли вы, получается, остаться одной? Не можете ли вы быть одной? Вам тяжело находиться в одиночестве? Вы боитесь остаться одна? Или, может быть, вы завидуете тому, что у вашего молодого человека, как бы, семья есть, а вы, ради него, или ради чего-то еще не важно, свою семью оставили. Верно не понимать, что указывает свой путь. И четко осознавать свои потребности. И в зависимости от этих потребностей, действует действовать. Молодой человек не должен окружать вас вниманием, как бы там ни было. Конечно, я поддерживаю свою коллегу в том, что вам нужно сесть и поговорить с ним. Поговорить, понять, почему он так поступает, понять его мотивы, чего он хочет, как он видит будущее ваших отношений. Поговорить спокойно, желательно, на либеральной территории. То есть, не у него дома, и не у вас. А где-нибудь на либеральной территории, в кафе, или в ресторане, тем лучше, чтобы он даже не догадывался о том, о чем вы хотите с ним поговорить. Чтобы ваш вопрос уже достал его в раскол, и чтобы, соответственно, человеку осталось меньше времени для того, чтобы подумать. Вот. Но, знаете как, вот у меня складывается такое ощущение, что у вас очень много эмоций. То есть, вот даже в своих сообщениях вы пишете так, что, ну, несколько раз сбиваетесь. Просто, просто, просто сбиваетесь. То есть, ам... Одна мысль вас находит, находит на другую, и так далее. И основная проблема заключается в том, что вы чувствуете себя одиноко, несчастно, в то же время обиженно, расстроено и зло. Вот, одиноко. Значит, вы не можете быть с собой, в едином месте. Несчастно, это значит, что у вас нет... Вы не реализуете свои девочки, не по своему пути, не по выбранному маме пути, а по пути, выбранному как бы молодым человеком за вас. Соответственно, ваши интересы ущемляются. Тут нужно чётко понимать, какие у вас интересы, и как их можно продвигать, и как их можно защищать. В то же время, если вы обидены, то обида эта происходит, потому что вы не понимаете, что заставляет человека поступать так, и, с другой стороны, вас это задевает. Вот что задевает? Почему задевает? Либо вы... То, что вас задевает, не принимаете в себе, либо желаете не замчать. А это всё-таки и есть основной потенциал для личного самороста, как сказал он, коллега. Вот. Расстроенный. Расстроенное состояние – это чрезмерное значение молодого человека. то есть вы возлагаете на него большие надежды, он эти надежды нам не оправдал, и вы расстроенесь. В действительности, это неправильно, но чрезмерное значение, кроме молодого человека, лучше, как бы, породить ещё, чтобы у вас было, куда реализовать свою энергию. Ну, я думаю, в таком ключе с вами можно будет поработать, если появится на то ваше желание. Пока. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.